Купил новый унитаз. Вот такой вот, смотрите, человечки. Ну два вида унитаза с этими человечками можно ошибиться. Не знаю почему так сделали. Вот такая цена. Может будет видно. Вот такая цена. Оставлю здесь. Сейчас поеду за другой покупкой. Оставлю его здесь. Все. Пока. Сегодня буду устанавливать новый унитаз. Таких унитазов я установил уже приблизительно три штуки. Вот с таким вот цветком на бачке. Все разложу для удобства сборки и установки этого бачка. А также вот этой вот крышки. Как я буду собирать? Я показывать не буду, потому что показывал в фильмах. Ну что-нибудь интересное, конечно, сниму. Далее. Приготовил инструменты. И зашел в ванную комнату, где находится также этот унитаз, который я буду убирать. Здесь находится вода. У них постоянно она появляется уже несколько лет. И все-таки хозяйка решила этот унитаз заменить. А чтобы его заменить, нужно канализационные трубы тоже снять. То есть здесь вот эта канализационная труба черная. Там тройник чугунный. И вот эта вот труба тоже чугунная. Но смотрите. Тройник как бы приподнят от пола. То есть от пола. То есть он сильно высоко. Я не помню, где я видел такой вот тройник, чтобы он был как бы в полу. Это очень удобно и здорово для слива воды с этого унитаза. То есть вода быстренько с бумагой быстро уходит. А с таким подъемом тройника, конечно, может и вода вот так вот кружится вместе с бумагой и не уходить. И приходится притаскивать ведро с водой и сливать. Только таким образом можно слить воду вместе с бумагой. Это на самом деле. Потому что вода вот здесь вот останавливается. И она здесь как бы собирается и не уходит воронкой туда в канализацию. Ну где я такой вот тройник видел в полу? А, это я только увидел у себя в квартире. Больше нигде не видел. Везде вот так вот тройник поднятый от пола. Теперь вот мне тряпочку приготовили. Здесь находится вот такая вот разводка труб холодной и горячей воды. И мне нужно перекрыть вот этот вот кран. А он перекрытый. Не, набирается. Значит, я перекрою вот таким вот образом. Трещит. Надо несколько раз поделать. Все, перекрыл. Как бы вода не пошла. Потому что, смотрите, тут полтилином замотано. Тут, по-моему, какая-то трещина. Здесь все течет. Все рыже. И опасно связываться с такой разводкой. И надо быть аккуратным, не с унитазом, а аккуратно не давить на эти трубы. И вот, смотрите, я сейчас буду вот разбирать. И там мне нужно долбить. А чтобы там продолбить в этом тройнике и установить. Я вам сейчас вот покажу. Я все приготовил. И установить вот этот вот манжет, куда будет входить вот этот тройник. А, вот так будет. Вот так он будет. Туда. Устанавливаться, я его буду туда толкать. И чтобы этот манжет туда запихать ровно, я всегда беру с собой гвозди. И только гвоздями я могу там очистить место для вот этого манжета. Ну, вроде бы и все. Что интересно, конечно, обязательно покажу. Надо же тут воды сколько. И вот она постоянно мучится с этой водой, скорее всего. Здесь вода. Сейчас буду воду убирать. Я уже отключил. И... И все. Крышку снял. Сейчас мне нужно снять вот эту крышку. Эту крышку, конечно, невозможно снять, потому что здесь просто какая-то прокладка, чтобы отверстие там закрывалось. Это вот ручка. В виде кнопочки. Скорее всего, тут надо откручивать, что ли. Что-то крутится. Ну, давно сюда никто не залазил, потому что работает здесь все хорошо, без проблем. Все. Освободил. Так, эту крышку надо убрать подальше. Вроде бы вот такой вот вид поплавок я первый раз такой вот вижу. Ни разу не видел. Вот честно говорю. Ну, довольно оригинальный и интересный. Вот куда-нибудь, скажем, надо тоже налить воду. И такой вот поплавок мне понравился. И его бы установить, и он срабатывал бы, ну, скажем, где-нибудь на даче или еще, куда воду заливают обычно и караулит, когда вода побежит, наполнит бак. А так, с таким поплавком интересно довольно. Вот тут отбивать надо будет по полной программе. Какой интересный. И вращается. Вот смотрите. Вот этот колпак, что ли. Здесь воздух находится, вода поднимается, а там воздух. Регулировка какая интересная. Так, бачок нужно теперь снимать. Я с одной стороны открутил. Вот такой барашек. А с другой стороны ничего не могу сделать. Там все. И бачок-то хороший. Может кому пригодится. Как интересно, скололось. Так, что тут дальше. Так. Вот и унитаз без бачка. Теперь этот бачок сломанный, никому не пригодится. А можно было его сделать так, чтобы он был снятый и целиковый. Может быть, и кто забрал его. Постоянно здесь какая-то вода появляется, непонятно откуда. Вот я хотел здесь открутить. А там все сжало. Даже резьбы нету. Теперь откручиваю здесь. Вот здесь вот трещина проходит. Прям визуально видно. Вон она, трещина. Сейчас посмотрим, откуда вода бежала. Тут тоже самое. Унитаз бы кому пригодился бы. Так, все шевелится. Под унитазом вода. Вот теперь мне вот эту вот воду с этого унитаза нужно слить, наклонив унитаз таким вот образом. Мне просто интересно, откуда вода бежала. Еще раз вот так вот сделал. Все. Так был унитаз установлен. Непонятно. Вот тут трещина такая идет. Огромная. Вот запах. Вот смотрите, я взял целлофан, чтобы запах не проникал. Вот я целлофан всегда беру с собой. Протекало, по-моему, вот здесь постоянно текло. Что ли? Но я все-таки изучу этот унитаз и узнаю, откуда текло. Мне просто самому это интересно. Наконец-то отпилил, чтобы мне вот эту вот вытащить. Мне просто невозможно вытащить. Теперь мне вот этот тройник нужно вытащить. Вот смотрите, я из-под ванны, чтобы мне это все разобрать, вытащу его. Вот смотрите, вода бежит вот оттуда. Надо срочно. Вот оттуда и бежит вода, все понятно. Вот смотрите, вот у женские волосы. Женщина, когда моется в ванне, волосы с головы вылетают, просто собирается в кучу. И в ванне вода долго-долго не уходит. Она долго-долго стоит, а потом в конце концов она уходит. Но это очень долго. И это у всех вот постоянно. Вот теперь здесь надо же, тут легко снялась. Вот мне нужно быстро это все дело установить, чтобы не было никаких проблем. Потому что стояк все-таки, это дело такое. Вот там заливали, а толку нету никакого. Сейчас буду там очищать и быстро-быстро устанавливать на герметик. У меня где-то вот здесь взял два герметика. Один герметик вот такой, в тюбике. Это удобно за унитазом работать без пистолета. А с пистолетом, как обычно. Здесь все очистил. И теперь мне нужно здесь все приготовить. У меня вот видно пятачок, где был установлен унитаз. То есть центр будет здесь. Сейчас мне нужно собрать, потому что мне нужно установить, чтобы кто-нибудь не вышел с ванной. Сливая потом воду. Вот так я установлю. Вот здесь не смазал. Нет, смазал. Вот так. Потом мне раз. Если вода польется, то она вот здесь может остановиться. И приготовил вот какие-то штаны нашел, чисто, чтобы мне там насухо протереть. И установить на силикон. И быстренько затолкать. Теперь мне нужно найти размер. Сейчас я буду искать размер. Взял еще газету с собой. То есть размер. Вот отсюда у меня идет 24 сантиметра. Вот от оси. 24 сантиметра. Вот так. И будет заходить еще туда. Значит, 7 сантиметров. Еще, значит, 7 сантиметров. Вот здесь мне нужно и резать. Вот в этом месте. А чтобы разрезать ровненько, нужно обернуть газетой. Посмотрите. Специально принес. Обернуть газетой. Вот так. Вот так. Потому что у газеты края здесь ровные. И чтобы это все совпало. Вот так. Сдерживаю. И вот смотрите, газета уходит в сторону. Вот смотрите, уходит в сторону. Это не говорит, что я здесь выровнял. Нет. Нужно еще и выровнять вот здесь. Вот тогда и будет закругление. Просто идеально. Вот смотрите, здесь Вот видите, сливает. Я закрыл, и вода пошла. Надо вот так вот сделать. Ничего не поделаешь. И теперь я карандашом обведу и буду пилить. Чтобы не сбиться. Вода всегда по вертикали в этой канализационной трубе движется по стенкам. А середина остается пустой. Потому что там воздух. Воздух мешает двигаться вниз этой жидкости. И она как бы по стенкам растекается. Вроде бы я и все это сделал. Буду пилить. И там подготовку делать.